Рик Уоррен, целеустремленная жизнь. Цель вторая. Вы созданы для Божьей семьи. Я есть глаза, а вы ветви. Евангелие Теанна, 15 глава, 5 стих. Мы, многие, составляем одно тело во Христе. Послание к Римлянам, 12 глава, 5 стих. День пятнадцатый. Созданы для Божьей семьи. Бог – цель и источник всего бытия, приведший множество сынов в свою славу. Послание к Евреям, 2 глава, 10 стих. Перевод – Радостная Весть. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. Вы были созданы для Божьей семьи. Бог хочет иметь семью и сотворил вас для того, чтобы вы были ее частью. Такова его и вторая цель для вашей жизни. И Он усмотрел все, чтобы достичь ее, еще до того, как вы родились. Вся Библия – это повествование о том, как Бог устраивает в себе семью из тех, кто любит и почитает Его, и будет править вместе с Ним в вечности. В ней говорится, Он нас предназначил через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля. Послание к Ефесянам, 1 глава, 5 стих. Перевод – Радостная Весть. Поскольку Бог есть любовь, Он особенно дорожит взаимоотношениями. Общение заключено в самом Его естестве, и Он определяет себя языком семьи – Отец, Сын и Дух. Троица – это взаимоотношения Бога с самим собой. Это совершенный образец межличностной гармонии. И нам нужно много и внимательно думать, что Он означает для нас с вами. Бог всегда пребывал во взаимоотношениях любви с самим собой. Так что Ему никогда не было одиноко. У Него не было необходимости создавать себе семью. Он просто захотел это сделать, и потому задумал створить нас, привести к себе и разделить с нами все свои богатства. Все это доставляет Богу несказанное удовольствие. В Библии сказано – это Он по Своей воле родил нас словом истины, чтобы сделать нас начатком Своего творения. Иакова, 1 глава, 18 стих. Перевод – Радостная Весть. Когда мы вверяем в свою жизнь Христу, Бог становится нам Отцом. Мы становимся Его детьми. Другие верующие становятся нашими братьями и сестрами, а Церковь становится нашей духовной семьей. Божья семья включает в себя всех верующих из прошлого, настоящего и будущего. Каждый человек сотворен Богом, но Его детьми являются далеко не все. Единственный способ войти в Божью семью – это родиться в ней свыше. Благодаря Своему первому рождению вы стали членом земной человеческой семьи, а посредством второго рождения становитесь членом Семьи Небесной, Божьей. Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, купованию живому. Первое послание Петра, 1 глава, 3 стих. И также смотрите послание Римлянам, 8 глава, 15-16 стих. Приглашение стать членами Божьей семьи обращено ко всем. Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих. Деяние, 2 глава, 21 стих. Послание к Римлянам, 10 глава, 13 стих. И второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Но на одном условии необходимо верить в Иисуса Христа. В Библии написано «Все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса». Послание к Галатам, 3 глава, 26 стих. Духовная семья даже важнее, чем семья кровная, потому что пребудет во веки. Наши земные семьи – это чудный дар от Господа, но ведь они остаются с нами только на время. К тому же они очень хрупкие и их часто разрушает развод, старость, расстояние и неизбежность смерти. А вот духовная семья, то есть наши взаимоотношения с другими верующими, простирается в вечность. Это гораздо более крепкий и прочный союз и куда более длительная связь, нежели кровное родство. Всякий раз, когда Павел размышлял о вечном Божьем замыслы для нас с вами, он не мог удержаться от благодарной хвалы. И потому я преклоняю колени пред Отцом, от имени которого ведет свое название всякий род на небе и на земле. Послание к Ефесянам, 3 глава, 14-15 стих. Перевод – Радостная Весть. Преимущество принадлежности Божьей семье Не успели вы родиться в Божьей семье, как вас буквально осыпали самыми, что нам есть, удивительными подарками ко дню рождения. У вас появилось новое имя, фамильные черты, семейные привилегии, тесная близость с остальными ее членами и даже родовое наследство. Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. Послание к Римлянам, 8 глава, 29 стих. Послание к Галатам, 4 глава, 6-7 стих. Послание к Римлянам, 5 глава, 2 стих. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 23 стих. Послание к Ефесянам, 3 глава, 12 стих. Первое послание Петра, 1 глава, 3-5 стих. Послание к Римлянам, 8 глава, 17 стих. В Библии сказано, ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Послание к Галатам, 4 глава, 7 стих. Новый Завет непрестанно подчеркивает богатство нашего изобильного наследия. В нем говорится, мой Бог по своему богатству щедро восполнит все ваши нужды через Христа Иисуса. Послание к филиппийцам, 4 глава, 19 стих. Перевод Радостная Весть. Будучи Божьими детьми, мы сполна унаследуем семейное состояние. Здесь, на земле, нам дарованы богатство его благодати, благости, долготерпения, славы, мудрости, силы и милости. Послание к Ефесянам, 1 глава, 17 стих. Римлянам, 2 глава, 4 стих. Также Римлянам, 9 глава, 23 стих. Римлянам, 11 глава, 33 стих. Ефесянам, 3 глава, 16 стих. Ефесянам, 2 глава, 4 стих. А на небесах нас ожидает нечто еще большее. Павел писал, пусть просветит он очередь вашего сердца, чтобы вы увидели, каково богатство и великолепие наследие, которое вы разделите с его народом. Послание к Ефесянам, 1 глава, 18 стих. Перевод Радостная Весть. Так в чем же заключается это богатство и великолепие? Во-первых, мы навсегда останемся рядом с Богом. Первое послание к Ефесянам, 5 глава, 10 стих. И 4 глава, 17 стих. Во-вторых, мы полностью преобразимся и уподобимся Христу. Первое послание к Иоанна, 3 глава, 2 стих. И второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. И в-третьих, мы освободимся от боли, страданий и смерти. Откровение, 21 глава, 4 стих. В-четвертых, мы получим награду и новое служение. Евангелие от Марка, 9 глава, 41 стих. 10 глава, 30 стих. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 8 стих. Послание к Евреям, 10 глава, 35 стих. Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих и 23 стих. В-пятых, мы разделим со Христом его славу. Послание к Римлянам, 8 глава, 17 стих. Колоссянам, 3 глава, 4 стих. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 14 стих. Второе послание Тимофея, 2 глава, 12 стих. Первое послание Петра, 5 глава, 1 стих. Какое удивительное наследие! Вы гораздо богаче, чем можете себе представить. В Библии сказано, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас к наследству некленному, чистому, неувядающему, хранящемуся на небесах для нас. Первое послание Петра, 1 глава, 3-4 стих. Это значит, что нас ждет бесценное, чисто, неувядаемое и надежно хранимое наследство, и никто не может отнять его в нас. Его не погубят ни войны, ни экономические кризисы, ни природные катаклизмы. И мы должны с нетерпением ожидать не ухода на пенсию, а получения этого самого наследия. Павел наставляет нас, все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23-24 стих. Пенсия – слишком краткосрочная и мелкая цель. Мы должны жить в свете вечности. Крещение – публичное признание себя членом Божьей семьи. Здоровые семьи отличаются законной семейной гордостью. Их члены не стыдятся своей фамилии и своих родственников. К сожалению, мне приходилось встречать таких верующих, которые до сих пор не сделали публичного заявления о своей вере, как заповедал то Иисус Христос, то есть не приняли водного крещения. Крещение – это не какой-то необязательный обряд, который можно отложить на потом или вовсе проигнорировать. Оно означает, что вы присоединяетесь к Божьей семье. Им вы прилюдно заявляете всему миру. «Я не стыжусь быть частью Божьей семьи». Или вы все-таки стыдитесь? И Иисус заповедал каждому члену Его семьи совершить это прекрасное таинство. Он призвал нас. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. На протяжении многих лет я раздумывал, почему же великое поручение Христа подчеркивает важность крещения с той же настойчивостью, что и значимость таких первостепенных дел, как благовестие и ученичество. Почему крещение так необходимо? Потому что оно символизирует вторую цель нашей жизни – участие в общении вечной Божьей семьи. Крещение исполнено наиважнейшего смысла. Оно провозглашает вашу веру, позволяет вам разделить погребение и воскресение Христа, символизирует вашу смерть для ветхой жизни и возвещает начало новой жизни во Христе. А еще это праздник по случаю того, что вы присоединяетесь к Божьей семье. Крещение – это физически наглядный образ духовной истины. Оно показывает, что произошло в тот момент, когда Бог ввел во Свою семью. «Все мы одним духом крестились в одно тело – иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Мы входим в Божью семью не крещением, а только верой во Христа. Крещение лишь показывает, что мы стали ее членами. Подобно обручальному кольцу, оно является визуальным напоминанием о принятом в сердце решении. Это таинство, посвящение, приобщение, а не какой-то сложный ритуал, который нужно отложить до лучших времен, когда мы наконец-то достигнем духовной зрелости. Единственное условие, которое налагает на нас Библия – это вера. В Новом Завете люди принимали крещение сразу после обращения. В день Пятидесятницы три тысячи человек были крещены в тот же самый день, когда поверили во Христа. Эфиопский вельможа был крещен буквально не исходя с места, стоило ему только обратиться, а Павел и Сила крестили из смотрителя тюрьмы и всю его семью прямо в полночь. В Новом Завете нет упоминания о том, чтобы с крещением тянули, постоянно его откладывая. Если вы еще не приняли водного крещения, в ознаменовании своей веры во Христа, немедленно сделайте это, как и заповедал Иисус. Величайшая честь в жизни. В Библии сказано «и освящающие, и освящаемые все от единого», поэтому он не стыдится называть их братьями. Послание евреям, 2 глава, 11 стих. Пусть эта невероятная истина глубоко проникнет к вам в сознание и в душу. Благодаря тому, что Иисус освящает вас, Бог гордится вами. Стать членом Божьей семьи – это величайшая честь, которой только можно удостоиться на земле. Ничто другое не может даже сравниться с ней. Всякий раз, когда на вас наваливается чувство неуверенности и никчемности, когда вам кажется, что вас никто не любит, вспомните, кому вы принадлежите и частью какой семьи являетесь. Итак, день 15. Размышляя о своем жизненном предназначении. Истина для обдумывания. Я создан для Божьей семьи. Стих для заучивания наизусть. Он предназначил нас через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля. Послание Ефесянам, 1 глава, 5 стих. Перевод «Радостная весть». И вопрос для размышления. Что я могу сделать для того, чтобы мне относиться к другим верующим, как к членам моей собственной семьи? День 16. Самое важное. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Первое послание Коринфянам, 13 глава, 3 стих. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Второе послание Иоанна, 1 глава, 6 стих. Самое важное в жизни – это любовь. Поскольку Бог есть любовь, самый важный урок, который Он предназначил каждому из нас здесь на земле – это научиться любить. Именно в любви мы более всего походим на Него. Так что любовь лежит в основании каждой данной нам заповеди. Весь закон в одном слове заключается – «люби ближнего твоего, как самого себя». Послание Галатам, 5 глава, 14 стих. Научиться самоотверженной и бескорыстной любви нелегко, потому что она полностью противится нашим естественным эгоистическим наклонностям. Неудивительно, что для этого нам дана целая жизнь. Конечно, Бог хочет, чтобы мы любили всех людей, но Ему особенно важно, чтобы мы научились любить других членов Его семьи. Это вторая цель нашей жизни. Всех почитайте, братство любите. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. Говорит нам апостол Петр. Ему вторит Павел. «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье». Послание Галатам, 6 глава, 10 стих. «Почему Бог призывает нас особенно любить и почитать других верующих? Почему именно они стоят на первом месте? Потому что Бог хочет, чтобы Его семья была известна прежде всего своей любовью». Иисус учил, что главным свидетельством для мира будут не нравственные ценности или доктриальные убеждения, а как раз наша любовь друг к другу. Он сказал, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. На небесах мы будем бесконечно радоваться друг другу, но сначала нам придется много и упорно потрудиться здесь, на земле, чтобы подготовиться к целой вечности любви. Бог обучает нас любви, наделяя нас семейными обязанностями, первой из которых является призыв относиться друг к другу с любовью. Бог хочет, чтобы мы пребывали в постоянном регулярном общении с другими верующими и тем самым развивали в себе умения и навыки любви. Невозможно научиться любить, оставаясь в уединении. Для этого необходимо быть рядом с людьми, которые то и дело раздражают и задевают нас своими слабостями и грехами. Через такое общение мы усваиваем три важные истины. Лучший способ распорядиться с жизнью – это любить. Любовь должна быть нашим первым приоритетом, главной целью, величайшим стремлением. Это не просто значительная часть жизни, но и самая важная ее часть. В Библии сказано «Больше всего желаете любви». Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 1 стих. Перевод «Радостная весть». Мало сказать, одно из моих жизненных стремлений – это научиться любить. Словно эта цель всего лишь входит в первую десятку ваших приоритетов. Взаимоотношения должны занимать первостепенное место, стоять выше всего другого. Почему? Без любви жизнь становится просто никчемной. Как раз об этом и говорит апостол Павел. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 3 стих. Часто мы ведем себя так, словно взаимоотношения – это лишь дела, которые нужно втиснуть в забитое до отказа расписание. Мы говорим о необходимости найти время для собственных детей, уделить время кому-то другому. Создается впечатление, что взаимоотношения – это лишь одна из поставленных перед вами задач. Однако Бог говорит, что они составляют саму суть нашей жизни. Четыре из десяти заповедей касаются наших отношений с Богом, а остальные шесть – наших отношений с другими людьми. Но все десять связаны с межличностными взаимоотношениями. Позднее Иисус подытожил то, что Бог считает самым важным в двух заповедях – любить Бога и любить людей. После поклонения самой главной целью нашей жизни является любовь к другим людям. Он сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душеве твоей, и всем разумением твоим. Те есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Евангелие от Матфея, 22 глава, 37-40 стих. За стремлением научиться любить Бога, то есть поклоняться Ему, неразрывно следует вторая цель нашей жизни – научиться любить людей. Самое важное в жизни – это не достижение или приобретение имущества, а взаимоотношения. Так почему же мы позволяем им отойти на задний план, или даже упорно вытесняем их на задворке? Когда наше расписание начинает трещать по швам, прежде всего мы начинаем экономить на общении, приберегая для других дел время, силы и внимание, не так необходимые для любящих заботливых взаимоотношений. Вот и получается, что самое главное подменяется самым срочным. Занятость – страшный враг любых отношений. Мы поглощены работой, амбициями, повседневными задачами, стремлением заработать достаточно денег на жизнь, как будто лишь в этом и состоит смысл жизни. Но ведь это не так. Смысл жизни заключается в том, чтобы научиться любить, любить Бога и людей. Жизнь минус любовь равняется нулю. Любовь никогда не прекратится. Бог призывает нас сделать любовь своим наивжизнейшим приоритетом, еще и потому, что она остается с нами в вечности. А вот три вещи, которые будут всегда – это вера, надежда и любовь. Но из них больше всех – любовь. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Перевод – радостная весть. Любовь не бывает бесследной и бесплодной. Именно наши отношения к людям, а не великие свершения или накопленные богатства, оставят на земле самый значительный и заметный след. Как сказала мать Тереза, самое главное – не то, чем ты занимаешься, а то, сколько любви ты в это вкладываешь. Любовь – это секрет долговечного наследия. Мне много раз приходилось сидеть у смертного адра, когда люди стоят на пороге вечности. И я еще ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь из них сказал – принесите скорее мои дипломы. Хочу еще разок на них взглянуть. Принесите мои награды, медали, подаренные мне золотые часы. Когда земная жизнь подходит к концу, умирающие окружают себя не вещами, а любимыми, родными и друзьями. В последние минуты все вдруг осознают, что суть жизни заключается в общении и отношениях. Мудрый человек догадывается об этом раньше. Не надо ждать смертного часа. Поверьте и поймите, что в жизни нет ничего важнее. Нас будут оценивать именно потому, насколько мы любили. Еще одна причина уделять любви первостепенное значение состоит в том, что именно на этом основании нас будут оценивать вечности. Помимо всего прочего, Бог оценивает степень нашей духовной зрелости, глядя на качество наших взаимоотношений. Он не станет спрашивать нас о нашей карьере, банковском счете или увлечении. Вместо этого Он посмотрит на то, как вы относились к другим людям, особенно к нуждающимся. Евангелие от Матфея, 25 глава, 34-46 стих. Иисус сказал, что мы любим Его, когда любим членов Его семьи и восполняем их практически реальные потребности. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. Переходя в вечность, мы оставляем на земле все свое имущество. Единственное, что мы забираем с собой, это свой характер. В Библии сказано, важна только вера, которая проявляется в любви. Послание Галатам, 5 глава, 6 стих. Перевод. Радостная весть. С учетом этого, я предлагаю вам каждое утро, встав с постели, преклонять колени или садиться на край кровати и молиться так. Боже, я не знаю, удастся ли мне сделать сегодня что-то еще, но прежде всего, мне очень хотелось бы уделить время на то, чтобы любить тебя и любить людей, ведь в этом заключается вся жизнь. Я не хочу зря потерять нынешний день. Зачем Богу давать вам завтрашний день, если вы попусту растрачиваете сегодняшний? Самое лучшее выражение любви – это время. Важность того или иного занятия можно измерить тем, сколько времени мы готовы на него потратить. Чем больше времени мы посвящаем кому-то или чему-то, тем большей значимостью и ценностью этот человек или это дело обладает в наших глазах. Если вы хотите определить приоритеты своих знакомых, посмотрите, как они распоряжаются своим временем. Время – самый драгоценный дар, потому что его нам отпущено строго определенное количество. Деньги всегда можно заработать, но добыть себе больше времени просто невозможно. Отдавая кому-то свое время, вы даете ему часть своей жизни, которую уже не вернуть. Ваше время – это ваша жизнь. Именно поэтому оно и есть самый бесценный дар, которым мы можем протянуть друг другу. Недостаточно всего лишь говорить, что взаимоотношения очень важны. Надо доказать состоятельность своих слов, посвящая взаимоотношениям свое время. В одних словах толку мало. «Детки, так не будем любить на словах, одним только языком, но докажем истинно своей любви на деле». Первое послание Иоанна, 3 глава, 18 стих. Перевод «Радостная весть». Для настоящего общения с людьми требуется реальное время. И лучший способ написания слова «любить» – это время. Сущность любви заключается не в том, что мы думаем о другом человеке, что мы для него делаем и как о нем заботимся, а в том, насколько мы отдаем ему самих себя. Величайший дар, который вы можете предложить людям – это вы сами. Порой это трудно понять, особенно мужчинам. Многие из них говорят мне, я совершенно не понимаю свою жену и детей, я и так обеспечиваю их всем необходимым. Чего им еще нужно? Им нужны вы. Ваши глаза, ваши уши, ваше время, ваше безраздельное внимание и реальное присутствие. Ничто другое не сможет этого заменить. Самый желанный подарок от любимого человека – это не бриллианты, розы или шоколадные конфеты. Это безраздельное внимание. Любовь так целеустремленно сосредотачивается на своем объекте, что забывает о себе. Уделяя кому-то свое внимание, мы тем самым говорим «я так ценю тебя, что готов отдать тебе самое драгоценное, что у меня есть в свое время». Отдавая кому-то свое время, вы непременно чем-то жертвуете. А ведь жертвенность и есть нетемлемая сущность любви. Иисус показал нам это на своем примере. «Живите любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, в приношение и жертв Богу, в благоухание приятное». Послание Ефесянам, 5 глава, 2 стих. «Можно жертвовать без любви, но любви без жертвы не бывает. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Любить» значит уступать, жертвовать своими предпочтениями, удобством, целями, спокойствием, деньгами или временем ради кого-то другого. «Любить лучше сейчас». Не слишком важное дело иногда действительно лучше отложить на будущее. Но поскольку важнее любви ничего нет, ей всегда нужно провиноваться в первую очередь. В Библии неоднократно это подчеркивается. Там сказано. «Так вот, пока еще есть время, будем делать всем добро, особенно тем, кого вера сделала одной семьей». Послание Галатам, 6 глава, 10 стих. Перевод «Радостная весть». «Старайтесь хорошо использовать свое время, потому что дни сейчас окаянны». Послание Ефесянам, 5 глава, 16 стих. Перевод «Радостная весть». «Не отказывай в благодеянии нюждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его». Притчи, 3 глава, 27 стих. «Почему лучше любить сейчас, не откладывая это на потом?» Потому что вы не знаете, долго ли у вас будет эта возможность. Обстоятельства меняются. Люди умирают. Дети становятся взрослыми. Нет никакой гарантии на завтрашний день. Так что, если вы хотите выразить кому-то свою любовь, лучше сделать это незамедлительно. Зная, что однажды мы все предстанем пред Богом, попробуйте ответить для себя вот на такие вопросы. Как вы объясните Богу те случаи, когда какие-то проекты или вещи были для вас важнее людей? С кем вам следует проводить больше времени? Какие дела вам нужно убрать для этого из своего расписания? Чем вам придется пожертвовать? Самый лучший способ распорядиться своей жизнью – это посвятить ее любви. Самое лучшее выражение любви – это время. Самое лучшее время, чтобы выразить свою любовь – это сейчас. Итак, день 16, размышляя о своем жизненном предназначении. Истина для обдумывания. Самое важное в жизни – это любовь. Стих для заучивания наизусть. Весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Послание Галатам, 5 глава, 14 стих. И вопрос для размышления. Могу ли я честно сказать, что взаимоотношения действительно являются моим наиважнейшим приоритетом? Как мне сделать так, чтобы это стало реальностью? День 17. Свой среди своих. Итак, вы больше не чужестранцы и не пришельцы. Вы равноправные члены Божьего народа и Божьи домочадцы. Послание Ефесянам, 2 глава, 19 стих. Дом Божий есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Первое послание Тимофея, 3 глава, 15 стих. Мы призваны не только к тому, чтобы верить, но и к тому, чтобы быть причастными друг к другу. Даже в идеальном, безгрешном мире Эдемского сада Бог сказал – плохо человеку быть одному. Мы созданы для общения, для человеческого окружения, для того, чтобы пребывать в семье, и ни один из нас не способен исполнить Божие предназначения сам по себе. В Библии не говорится о святых отшельниках или духовных одиночках, отрезанных от других верующих и лишенных общения. Там сказано, что мы составляем одно тело, одно стройно слагаемое здание, являемся частью единого тела, составляемого и совокупляемого посредством всяких взаимно скрепляющих связей. И вместе будем унесены на облаках встречать Господа. Теперь ни один из нас уже не живет сам по себе. Хотя наши взаимоотношения с Богом носят очень личный характер, Бог никогда не говорил, что они являются исключительно нашим частным делом. В Божьей семье мы соединяемся со всеми другими верующими и принадлежим друг другу во веки. В Библии говорится, мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена. Послание к римлянам, 12 глава, 5 стих. Следование за Христом – это не только вера, но и принадлежность, причастность. Мы – члены его тела. Клайв Льюис заметил, что слово «членство» имеет христианское происхождение, однако мир успел выхолостить его и лишить первоначального значения. Магазины предлагают скидки членам клуба покупателей, а рекламщики используют это слово, составляя списки своих потенциальных клиентов. Даже в церквях членство часто сводится к тому, что имя нового прихожанина вносится в базу данных без предъявлений каких-либо требований и без всяких обязательств. Для Павла стать членом церкви означало стать жизненно важным органом в живом теле, незаменимой частью тела Христова, тесно связанной со всеми другими его частями. Послание к Римлянам, 12 глава, 4-5 стих. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 15 стих. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 12 по 27 стих. Нам необходимо заново открыть для себя и применять на практике библейское значение слова «членство». Церковь – это тело, а не здание. Организм, а не организация. Ни один орган, отделенный телом, не сможет выполнять предназначенную ему функцию. То же самое можно сказать и о вас. Вы были сотворены, чтобы играть определенную роль в теле Христовом. Но вы не сможете выполнить эту вторую цель в своей жизни, если не присоединитесь к живой поместной церкви. Мы распознаем свою жизненную роль посредством взаимоотношений с другими. В Библии написано, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена. Послание к римлянам, 12 глава, 4-й, 5-й стих. «Если любой из органов по какой-то причине окажется отрезанным от тела, он просто высохнет и погибнет. Он не может существовать сам по себе. Вы тоже на это не способны. Если вы утратите связь с поместной церковью, лишитесь исходящих от нее жизненных сил, ваша духовная жизнь начнет увыдать и со временем совсем прекратится». Посланник Ефесянам, 4 глава, 16-й стих. «Именно поэтому первый симптом духовного упадка обычно связан с нерегулярным посещением воскресных служений и других собраний верующих. Когда мы начинаем небрежно относиться к общению с другими христианами, все остальное тоже потихоньку съезжает вниз по наклонной плоскости». Причастность к Божьей семье нельзя рассматривать как нечто неважное и необязательное. Церковь – это Божий замысел для всего мира. Иисус сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18-й стих. Церковь несокрушима и будет существовать вечно. Она переживет вселенную, а вместе с ней и ту роль, которая вам в ней отведена. Человек, говорящий, «Мне не нужна церковь», тем самым выказывает либо высокомерие, либо невежество. Церковь настолько важна, что ради нее Иисус претерпел крестную смерть. Христос полюбил церковь, Он отдал свою жизнь ради нее. Послание Ефесянам, 5 глава, 25 стих. Перевод – Радостная Весть. Библия называет церковь невестой Христовой и телом Христовым. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, 27 стих. Откровение, 19 глава, 7 стих. «Я не могу себе представить, как можно сказать Иисусу, «Тебя я люблю, но жена твоя мне не нравится», или «Тебя я принимаю, но к твоему телу не хочу иметь никакого отношения». Однако, фактически мы говорим Ему это всякий раз, когда отмахиваемся от церкви, жалуемся на нее или отзываемся о ней пренебрежительно. К сожалению, многие христиане пользуются церковью, но при этом не испытывают к ней никакой любви. Ваша поместная община Кроме нескольких важных исключений, когда слово «церковь» относится ко всей совокупности верующих всех времен и народов, в Новом Завете оно всегда используется в значении конкретной поместной общины. Новый Завет принимает членство в поместной церкви как нечто само собой разумеющееся. К поместной общине не принадлежали лишь те христиане, которым пришлось применить церковную дисциплину, удалив их из общения верующих за какой-то явный вопиющий грех, совершаемый у всех на виду. В 1 Коринфянам 5 глава с 1 по 13 стих и в 1 Коринфянам 6 глава с 1 по 5 стих В Библии сказано, что христианин без церковной семьи похож на орган, оторванное тело, на овцу, отбившегося от стада, или на ребенка, лишившегося родного дома. Это неестественное состояние, которого не должно быть. В Писании сказано «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Послание Ефесянам 2 глава 19 стих Современная культура, возвышающая независимость и индивидуализм, породило великое множество духовных сирот, христиан-мотыльков, порхающих от церкви к церкви, так и не занимая ни в одной общине своего места, не принимая на себя никаких обязательств и ни перед кем не отвечая за свои поступки. Некоторые полагают, что вполне можно оставаться хорошим христианином, не присоединяясь к поместной общине и даже не посещая богослужения. Однако Бог с ними решительно не согласен. В Библии перечислено много веских причин, по которым нам необходимо посвятить себя активному участию в церковном общении. Почему нам нужна церковная семья? Церковная семья подтверждает, что я действительно христианин. Я не могу утверждать, что следую за Христом, если отказываю стать преданным членом какой-то конкретной группы Его учеников. Иисус сказал, «Если будет любовь между вами, все узнают, что вы мои ученики». Евангелие Иоанна, 13 глава, 35 стих. Перевод «Радостная весть». Когда мы, будучи церковной семьей, сходимся вместе в Библии, несмотря на то, что принадлежим к разным национальностям и разным социальным слоям, наше единственное является свидетельством для всего окружающего мира. Послание к Галатам, 3 глава, 28 стих. И Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. «Вы не можете быть телом Христовым сами по себе. Для этого вам необходимы другие христиане. Мы являемся его телом вместе, а не по отдельности». Первое послание Коринфянам, 12 глава, 27 стих. «Церковная семья выводит нас из себелюбивого отчуждения». Поместная церковь – это школа, где мы учимся ладить с другими членами Божьей семьи. Если хотите, это лаборатория для практических работ по самоотверженной, сострадательной любви. Будучи членом поместной общины, вы можете научиться заботиться о других людях и разделять их интересы. «Если страдает один орган, плохо и всем остальным. Если в почете один орган, радуются этому и все остальные». Первое послание Коринфянам, 12 глава, 26 стих. Перевод «Радостная весть». Только посредством регулярного контакта с обыкновенными, небезупречными верующими мы можем научиться подлинному общению и испытать на себе истину о том, что значит быть взаимозависимыми и скрепленными воедино. Послание Ефесянам, 4 глава, 16 стих. Послание Кремлинам, 12 глава, 4-5 стих. Послание Колоссянам, 2 глава, 19 стих. И первое послание Коринфянам, 12 глава, 25 стих. Подлинно библейское общение означает, что мы также преданы друг другу, как и Иисусу Христу. Бог призывает нас отдавать друг за друга саму свою жизнь. Многие христиане, наизусть и знающие Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, почему-то совершенно не помнят, что первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Свои за братьев». И по отношению к другим верующим Бог ждет от нас именно такой жертвы на любви, готовности любить их так же, как любит нас сам Иисус. Церковная семья помогает нам наращивать духовные мышцы. Вы никогда не достигнете духовной зрелости, если будете всего-навсего посещать общие богослужения, оставаясь безучастным зрителем. Только участие в жизни церкви помогает нам наращивать духовные мышцы. Писание говорит, благодаря Ему, Христу, сохраняет единство все тело, части которого связаны тесными узами. Каждый его орган исполняет свое предназначение, и все тело растет и созидается любовью. Послание Ефесян, 4 глава, 16 стих. Перевод «Радостная весть». В Новом Завете словосочетание «друг другу» или «один другого» употребляется более 50 раз. Нам заповедано любить друг друга, молиться друг за друга, ободрять друг друга, наседать друг друга, приветствовать друг друга, служить друг другу, учить друг друга, принимать друг друга, почитать друг друга, носить бремена друг друга, прощать друг друга, покоряться друг другу, быть преданными друг другу и многое-многое другое. Вот в чем заключается библейское значение слова «членство». Таковы наши семейные обязанности, и Бог ожидает, что мы будем исполнять их, пребывая в поместном общении верующих. По отношению к кому исполняете их вы? Некоторым кажется, что гораздо легче оставаться святым, когда вокруг никто не мешает нам поступать, как нам заблагосудиться. Однако это ложная, непрочная святость. Оторванность от других ведет за собой леживость и самообман. Очень легко обманываться, считая себя духовно зрелым человеком, когда рядом нет никого, кто своими словами и поступками выводил бы на поверхность нашу подлинную сущность. Настоящая зрелость проявляется именно во взаимоотношениях. Для возрастания недостаточно просто читать Библию. Нам необходимы другие верующие. Мы будем расти и укрепляться гораздо быстрее, если станем учиться друг у друга и давать друг другу отчет в том, как продвигаются у нас дела. Когда другие христиане делятся тем, чему учит их Бог, я тоже многому у них учусь и расту. Тело Христа нуждается в нас. Бог выделил каждому из нас свое место, свою уникальную роль в его семье. Эта роль называется служением, и чтобы мы могли его исполнить, Бог специально наделил нас соответствующими дарами. Каждому дано проявление духа для общего блага. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Перевод – Радостная Весть. Поместная община – это и есть то место, которое Бог приготовил для того, чтобы мы могли обнаружить, развивать и применять свои дары. Возможно, у нас есть и более широкое служение, но оно всегда является дополнением к тому, что мы делаем в поместной церкви. В первую очередь Иисус заботится об устройстве своей церкви, а уж потом о различных аспектах нашего служения. Мы участвуем в Христовом служении всему миру. Когда Иисус ходил по земле, Бог действовал через Его физическое тело. Сегодня Он действует через Его духовное тело. Церковь – это Божий инструмент здесь, на земле. Мы должны не только являть миру Божьей любовь посредством любви друг к другу, мы должны вместе сонести эту любовь всему остальному миру. Какую удивительную привилегию даровал нам Бог. Будучи членами Христового тела, мы являемся Его руками, ногами, глазами и сердцем. Через нас Он совершает в мире свои дела, и каждому из нас предстоит внести в Его замесел свою лепту. Павел говорит нам, Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас через единение со Христом Иисусом для добрых дел, которые Он нам изначально предназначил совершить. Послание Ефесянам, 2 глава, 10 стих, перевод, радостная весть. Церковная семья поможет нам не отходить от Христа. Ни один из нас не застрахован от искушений. При определенном стечении обстоятельств каждый из нас способен на любой грех. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Иеремии, 17 глава, 9 стих. И первое послание Тимофею, 1 глава, 19 стих. Бог прекрасно это знает, и потому поручил всем нам помогать друг другу, не сходить с верного пути. В Библии сказано, изо дня в день ободряйте друг друга, чтобы никто из вас, обманутый грехом, не сделал состроптивым. Послание Евреям, 3 глава, 13 стих, перевод, радостная весть. «Несуй нос в чужие дела». Это не христианская поговорка. Мы призваны к общению, к взаимной причастности, и не можем оставаться равнодушными к жизни друг друга. Если вы знаете, что один из ваших знакомых заколебался и вот-вот сойдет с верного пути, пойдите за ним и снова приведите его в общение святых. Иаков говорит нам, «Братья мои, если кто-то сбился с пути истины, и кто-нибудь вернул его назад, то знайте, что человек, вернувший грешника сложного пути, спасет его от смерти и покроет множество грехов». Иакова, 5 глава, 19-20 стих, перевод, радостная весть. «Кроме того, поместная церковь представляет нам духовную защиту со стороны благочестивых лидеров и наставников. Бог поставил пастырей для того, чтобы они охраняли, оберегали, наставляли нас и пеклись о духовном благосостоянии своей пасты. Деяния, 20 глава, 28-29 стих. Первое послание Петра, 5 глава, с 1 по 4 стих. Послание Евреям, 13 глава, 7 стих и 17 стих. В Писании говорится, «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Ефесянам, 4 глава, 11-12 стих. Сатане весьма по душе верующие одиночки, оторванные от жизни тела, отчужденные от Божьей семьи, несущие никакой ответственности перед тем или иным духовным лидерам. Дьявол знает, что они бессильны и не способны защититься от его уловок. Церковь – это все. В своей предыдущей книге «Целеустремленная церковь» я подробно объяснял, что для здоровой жизни совершенно необходима здоровая церковь. Надеюсь, со временем вы прочитаете ее тоже, так как она поможет вам понять, что Бог специально устроил свою церковь таким образом, чтобы помочь вам исполнить все пять аспектов своего жизненного предназначения. Бог создал церковь, чтобы в ней восполнялись ваши самые глубокие потребности. Каждому человеку непременно нужна какая-то цель, ради которой он мог бы жить. Кроме того, ему нужны люди, с которыми жить. Принципы, на которых он может основывать свое существование. Призвания, в соответствии с которыми он мог бы трудиться. Сила, чтобы все это осуществлять. В мире нет больше никакого другого места, способного предоставить вам все это сразу. На самом деле, пять божьих целей для церкви полностью соответствуют его пяти целям для вашей жизни. Поклонение помогает вам постоянно удерживать свой взор на Боге. Общение помогает вам справляться с жизненными проблемами. Ученичество способствует укреплению вашей веры. Служение обнаруживает ваши дары и таланты. Благовестие подвигает вас к свершению своего жизненного поприща. В мире нет ничего подобного Божьей Церкви. Выбор за вами. С самого момента своего рождения каждый из нас автоматически становится членом большой, общепланетной человеческой семьи. Однако, кроме этого ребенка непременно нужно войти в какую-то одну конкретную семью, чтобы там о нем как следует заботились, воспитывали и помогали вырасти крепким и здоровым. То же самое должно произойти и в духовном отношении. При рождении свыше вы автоматически становитесь членом Вселенской Божьей Семьи, но вам необходимо присоединиться к какой-то из конкретных церковных семей. Разница между посетителем и членом Церкви заключается в уровне посвященности. Посетители остаются пассивными наблюдателями, а члены активно участвуют в жизни Церкви. Посетителей можно назвать скорее потребителями, а члены вносят свой вклад в становление общины. В общем, разница здесь та же, что между парами, живущими в гражданском браке, и теми, кто заключает брачный союз и полностью посвящает себя супружеству. Почему так важно быть причастным к поместной церковной семье? Потому что тем самым вы показываете, что посвящены и преданы своим братьям и сестрам во Христе не только на словах, но и на деле. Бог хочет, чтобы мы, как и Он сам, любили реальных, а не придуманных безупречных людей. Можно всю жизнь искать идеальную церковь, но найти ее вам все равно не удастся. Мы призваны любить несовершенных грешников, как любит их Бог. В книгодеянии описано, что христиане в Иерусалиме выражали свою верность и переданность друг другу самым, что ни на есть, конкретным и практическим образом. Они постоянно пребывали в общении. В Библии говорится, что они неустанно внимали учения апостолов и жили в братском единстве, собираясь для преломления хлеба и для молитвы. Деяние 2 глава, 42 стих. Перевод Радостная Весть. И сегодня Бог ожидает от нас того же самого. Христианская жизнь предполагает не только посвященность Христу, но и преданность другим христианам. Верующие в Македонии прекрасно это понимали. Павел говорил о них. Они самих себя отдали прежде всего Господу, а затем по воле Божьей также и нам. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 5 стих. Став божьими детьми, мы самым естественным образом совершаем следующий шаг, присоединяясь к поместной церкви. Мы становимся христианами, посвящая себя Христу, но членами церкви можно стать только посвятив себя конкретной группе верующих. Первое решение приводит нас ко спасению, а второе – к общению. Итак, день 17, размышляя о своем жизненном предназначении. Истина для обдумывания. Я призван не только верить, но и быть причастным к другим верующим. Стих для заучивания наизусть. Мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена. Послание к Римлянам, 12 глава, 5 стих. И вопрос для размышления. Если взглянуть на мое участие в жизни поместной церкви, можно ли сказать, что я люблю Божью семью и предан ей? День 18. Опыт совместной жизни. Да владычествуй в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Послание к Колоссянам, 3 глава, 15 стих. Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Псалом 132, 1 стих. Мы задуманы так, чтобы жить сообща. Бог хочет, чтобы мы знали, что такое жить вместе. Библия называет это общением. Однако сейчас и это слово почти полностью утратило свое библейское значение. Говоря об общении, люди обычно имеют в виду поверхностные, ничего не значащие разговоры за едой и веселой компанией. Фраза «после служения у нас будет время для общения» часто означает, что нас приглашают выпить чаю с печеньем и перекинуться двумя-тремя стовечками с полузнакомыми людьми. Подлинное общение включает в себя не только посещение богослужений. Это реальный опыт совместной жизни. Оно подразумевает бескорыстную любовь, честность и открытость, практическое служение, самотверженную щедрость, сострадательное утешение и все остальные новозаветные заповеди. О том, как мы можем поступать друг с другом. Здесь немаловажную роль играет размер группы христиан. Для общения гораздо лучше иметь небольшой круг верующих. Поклоняться можно и в толпе, но общаться с толпой просто невозможно. Если в группе становится больше 10 человек, кто-то непременно перестает высказываться и активно участвовать в происходящем, обычно самый тихий ее член. И на встречах разговаривают лишь несколько самых бойких участников. Иисус вел свое служение в контексте небольшой группы учеников. Он вполне мог бы выбрать в себе еще кого-нибудь, но знал, что 12 человек – это, пожалуй, максимальный размер маленькой группы, при котором еще возможно по-настоящему эффективное и равноправное общение. Тело Христово, подобно нашим физическим телам, на самом деле состоит из множества крохотных клеток. Жизнь вашего тела, как и тело Христа, содержится именно в них. Как раз поэтому каждому христианину необходимо быть членом какой-нибудь маленькой группы внутри своей церкви, будь то домашняя ячейка, класс в воскресной школе или небольшой кружок по изучению Библии. Настоящее общение происходит именно здесь, а не на совместных собраниях и богослужениях. Если уподобить церковь большому кораблю, то малой группы можно представить себе в виде прикрепленных к нему спасательных шлюпок. «Бог дал поразительные, невероятные общения именно для небольших групп верующих. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. К сожалению, сама по себе принадлежность к маленькой группе еще не гарантирует вам подлинного общения. Многие классы воскресной школы и маленькие домашние ячейки застревают на самом поверхностном уровне и понятия не имеют, что такое общаться по-настоящему. Так чем же отличается подлинное общение от его суррогата? При подлинном общении мы чувствуем глубокую искренность и открытость. Общение не является поверхностным, неглубоким обменом информациям. Оно исходит из глубины души, иногда раскрывая ее самые заветные тайники. Оно начинается, когда люди честно делятся друг с другом своим Я и тем, что происходит у них в жизни. Рассказывают друг другу о своих обидах, раскрывают свои чувства, каются в ошибках, поверяют в сомнения, признаются в страхах и слабостях и просят о помощи и молитве. В некоторых церквях мы обнаруживаем нечто прямо противоположное сердечной искренности. Там вместо честности и смирения нас окутывают притворство, попытки строить из себя кого-то другого, подводные интриги, поверхностная вежливость и ничего не значащие разговоры. Люди прячутся за фальшивыми личинами, ничем не выдают свое внутреннее состояние и ведут себя так, будто у них в жизни все просто замечательно. Все это – сущая гибель для любого искреннего общения. Но пережить истинное общение мы сможем лишь тогда, когда будем открыто и честно говорить о своей жизни. В Библии сказано, «Если живем мы во свете, как и сам Он во свете, значит, мы сопричастны друг к другу. Если скажем, что мы безгрешны, значит, мы вводим себя в заблуждение, и истины нет в нас». Первое послание Иоанна, 1 глава, 7-8 стих. Перевод «Радостная весть». Миру кажется, что самая тесная близость наступает лишь в темноте. Но Бог утверждает, что она возможна только на свету. Мы скрываемся во мраке, когда хотим спрятать свои обиды, промахи, неудачи и грехи. Но, пребывая во свете, мы выносим все это на поверхность и признаем, каковы мы есть на самом деле. Конечно, это довольно рискованно и требует одновременной смелости и смирения. Для этого нам придется преодолеть страх самообнажения и боязнь, что нас отвергнут или обидеть еще раз. Зачем же в таком случае рисковать? Дело в том, что это единственный путь к духовному росту. В Библии говорится «Сознавайтесь друг перед другом в своих грехах и молитесь друг за друга, чтобы Господь исцелил вас». Иакова, 5 глава, 16 стих. Перевод «Радостная весть». Без риска не будет роста, а сложнее всего решиться на то, чтобы быть по-настоящему честным с собой и другими. Подлинное общение. Взаимно и обоюдно. Взаимность – это искусство отдавать и принимать. Это умение полагаться друг на друга. В Писании сказано «Бог так соединил органы в теле, чтобы в теле не было разногласий, а все органы заботились друг о друге». Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 24-25 стих. Перевод «Радостная весть». Взаимность и обоюдность – это сердце всякого общения. Мы выстраиваем двусторонние отношения, разделяем ответственность и помогаем друг другу. Павел говорил «Я жажду увидеть вас, чтобы разделить с вами духовные дары и тем укрепить вас, то есть поддержать друг друга нашей общей верой». Послание к Кримлинам, 1 глава, 11-12 стих. Перевод «Радостная весть». Все мы становимся последовательнее и постояннее в вере, когда рядом с нами идут другие верующие и поддерживают нас. Библия призывает нас хранить друг друга во взаимной подотчетности, воодушевлять друг друга, взаимно служить друг другу и почитать друг друга. Послание к Кримлинам, 12 глава, 10 стих. Более 50 раз Новый Завет заповедает нам делать что-то друг для друга. Библия говорит, что мы должны искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Послание к Кримлинам, 14 глава, 19 стих. Вы не несете ответственности за каждого члена тела Христова, но вы ответственны перед ними. Бог призывает вас делать все, что в ваших силах ради того, чтобы помочь им. В подлинном общении мы испытываем сострадание и сочувствие. Сочувствовать не значит давать советы или предлагать поверхностную косметическую помощь на скорую руку. Сострадание – это умение войти в страдания другого человека и разделить его. Сочувствуя, мы как бы говорим человеку, я знаю, что ты сейчас испытываешь, и твои чувства вовсе не признак странности или сумасшествия. Сейчас многие называют это эмпатией, но в Библии такое отношение называется состраданием. В Библии сказано, облекитесь в милосердии, сострадании, в доброту, скромность, кротость, долготерпение, разовые избранники Бога, Его святой, любимый народ. Послание Колосянам, 3 глава, 12 стих. Перевод – радостная весть. Сочувствие и сострадание восполняют две фундаментальные человеческие потребности. Потребность быть понятым и потребность в том, чтобы кто-то признал законность и значимость наших переживаний. Каждый раз, когда вы понимаете и принимаете чувства другого человека, вы созидаете подлинное общение. Дело в том, что порой мы так торопимся побыстрее все исправить, что нам некогда сочувствовать. Или мы слишком заняты собственными обидами и переживаниями. А ведь жалость к себе уничтожает всякое сострадание к другим. Существует несколько уровней общения, и каждый из них вместе на свое время. Самые простые его виды – это делиться друг с другом тем, что с нами происходит, и изучать вместе Божье Слово. Более глубокое общение – это совместное служение, когда мы вместе трудимся, например, во время миссионерских поездок или проектов социальной помощи не ущем. Самый глубокий, сильный и тесный уровень общения – это общение страдания. Послание филиппийцам, 3 глава, 10 стих. Послание евреям, 10 глава, 33-34 стих. Когда мы проникаем в боль и горе друг друга, и несем бремена друг друга. Лучше всего этот уровень страдания знаком тем христианам по всему миру, которые подвергаются гонениям, испытывают презрение со стороны соплеменников, а иногда даже принимают мученическую смерть за свою веру. Библия заповедает нам носить бремена друг друга и таким образом исполнять закон Христов. Послание Галатам, 6 глава, 2 стих. Больше всего мы нуждаемся друг в друге именно во времена глубокого кризиса, горя и сомнения. Когда обстоятельства придавливают нас к земле до такой степени, что наша вера не выдерживает и начинает колебаться, нам больше всего нужен верующий друг. Нам нужно, чтобы кто-то поверил Богу вместо нас от нашего имени и помог нам не сдаваться и идти дальше. В маленькой группе верующих тело Христа остается реальным и осознанным даже тогда, когда Бог кажется далеким. Именно этого Иова так не хватало во время его мучений. Он возопил. К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха ко Вседержителю. Иова 6 глава, 14 стих. В подлинном общении мы отдаем и принимаем милость. Это место благодати, где нам не сыплют соль на рану, безжалостно напоминая нам о совершенных ошибках, но, напротив, стремятся простить наши прегрешения и навсегда оставить их позади. Подлинное общение начинается, когда милость превозмогает нас справедливостью. Без милости не обойтись ни одному из нас, потому что все мы спотыкаемся, падаем и нуждаемся в помощи, чтобы снова встать на ноги. Нам нужно милостиво относиться к окружающим и уметь принимать милость друг от друга. В Библии сказано, что согрешившего нужно простить и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 7 стих. Общение и прощение всегда идут рука об руку. Бог призывает нас снисходить друг к другу и прощать взаимно. Послание Коринфянам, 3 глава, 13 стих. Потому что обида и непрощение до основания разрушают всякое общение. Будучи грешными и несовершенными людьми, мы часто обижаем друг друга, когда нечаянно, а когда нарочно. Это значит, что для совместной жизни нам необходимо прямо-таки невероятное количество благодати и милости. В Библии сказано, переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в обиде. Как Господь простил вас, так и вы прощайте. Послание Коринфянам, 3 глава, 13 стих. Перевод, радостная весть. Божья милость по отношению к нам должна побуждать нас оказывать такую же милость другим. Бог никогда не попросит вас простить другого больше, чем Он уже простил вам. Всякий раз, когда кто-то наносит вам обиду, перед вами встает выбор, на что направить свою душевную энергию, на то, чтобы отомстить или на то, чтобы разрешить конфликт. Сделать и то, и другое одновременно просто не получится. Многие из нас не решаются вести себя милостиво, потому что не понимают разницы между прощением и доверием. Прощая, мы отпускаем от себя прошлое. Доверие же связано с тем, как человек будет себя вести в будущем. Прощать мы должны немедленно и неважно, просят у нас прощения или нет. Доверие же придется восстанавливать со временем. Для того, чтобы снова начать доверять человеку, нам нужно убедиться, что на него действительно можно положиться. Если кто-то обижает вас снова и снова, Бог все равно заповедает вам сразу же прощать этого человека. Но это не значит, что вы обязаны тут же начать ему доверять или снова подставлять себя под новые удары. Сначала обидчик должен доказать вам, что действительно изменилось, и для этого тоже требуется время. Самое лучшее всего место для восстановления доверия – это заботливая маленькая группа, которая будет не только ободрять вас, но и интересоваться, как идут дела. Участие в маленькой группе, члены которой решительно стремятся к подлинному общению, даст вам и многие другие преимущества. Это один из самых существенных аспектов христианской жизни, который нельзя выпускать. Уже более двух тысяч лет христиане собираются вместе небольшими группами для того, чтобы общаться. Если вы никогда не были членом такой группы, то сами не понимаете, чего лишаетесь. В следующей главе мы посмотрим на то, что требуется для создания такого общения между верующими. Но я надеюсь, что эта глава вызвала у вас жажду по искренности, взаимности, состраданию и милости подлинного общения. Вы были созданы именно для этого. Итак, день 18, размышляя о своем жизни на предназначении. Истина для обдумывания. В своей жизни я нуждаюсь в других людях. Стих для заучивания наизусть. Носите перемена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Послание к Галатам, 6 глава, 2 стих. И вопрос для размышления. Какой конкретный шаг я мог бы сделать уже сегодня, чтобы начать общаться хотя бы с одним верующим человеком на более искреннем, сердечном уровне? День 19. Созидая совместную жизнь. А те, которые созидают мир вокруг себя, мирно сеют, чтобы пожать плод праведности. Иакова 3 глава, 18 стих. Перевод «Радостная весть». И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Деяния, 2 глава, 42 стих. Для созидания подлинного общения потребуется серьезное посвящение. Создать подлинное общение может только Святой Дух, но действует он посредством тех решений, которые принимаем мы. Павел подчеркнул двойной характер этой работы, когда писал «Всеми силами старайтесь сохранить единство Духа, скрепляя его узами мира». Послание Ефесянам, 4 глава, 3 стих. Перевод «Радостная весть». Для создания христианского сообщества, исполненного любви, требуется одновременно и Божья сила, и наши совместные усилия. К сожалению, многие люди выросли в очень нездоровых дисфункциональных семьях и потому вообще не знают, что такое нормальные отношения. У них не выработались элементарные социальные навыки и умения, и их нужно специально учить тому, как общаться с другими членами Божьей семьи. К счастью, в Библии содержится великое множество наставлений о том, как жить сообща. Павел писал Тимофею. «Я пишу, чтобы ты знал, как вести себя в Божьей владении, то есть в церкви живого Бога». Первое послание Тимофея, 3 глава, 14-15 стих. Перевод «Радостная весть». Если вы устали от поверхностности и хотите способствовать созиданию подлинного общения у себя в церкви или в маленькой группе, вам придется принять кое-какие нелегкие решения и пойти на немалый риск. Для созидания подлинного общения необходима честность. Вам придется научиться любить своих братьев и сестер настолько, чтобы при необходимости сказать им правду. Даже если на самом деле вам захочется поскорее сгладить возникшую неловкость или вовсе отмахнуться от той или иной проблемы. Конечно, гораздо легче промолчать, когда живущий рядом человек наносит ущерб себе или другим, потакая своим греховным привычкам. У большинства людей нет в жизни ни одного человека, который любит так их сильно, что готов сказать им горькую правду, и потому они продолжают жить по-прежнему, идя к верной гибели. Нередко мы прекрасно знаем, что именно нужно им сказать, но слишком боимся и не решаемся этого сделать. Во множестве церквей и маленьких групп подлинное общение подрывается именно страхами. Никто не решает заговорить, хотя все видят, что жизнь одного из членов группы или общины находится на грани срыва. Библия в элитном «говорить правду с любовью» послание Ефесянам 4 глава 15 стих, перевод «Радостная весть». Потому что без откровенности настоящего общения не бывает. Соломон сказал «В уста целует, кто отвечает словами верными». Притча 24 глава 26 стих. Иногда это обязывает нас так заботиться о человеке, чтобы не побояться с любовью обличить его, если он грешит или явно готов поддаться искушению. Павел говорит «Братья, если упадет человек в какое-то грешение, вы духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Послание Галатам 6 глава 1-2 стих. Многие церковные общины и маленькие группы сохраняют поверхностные отношения, потому что боятся конфликта. Всякий раз, когда возникает вопрос, могущий вызвать напряжение или неловкость, его немедленно замазывают, затирают, чтобы удержать ложное ощущение мира. Тут же выскакивает воздесущий брат-примиритель с жизненным лозунгом «Не надо возмущать спокойствие» и пытается всех ублажить и утихомирить, ищащикливый вопрос так и остается неразрешенным. И все продолжают жить с тайным раздражением. Все знают о существующей проблеме, но никто не говорит о ней открыто. В результате создается нездоровая атмосфера, где у всех есть какие-то секреты от других и где процветают сплетни. В такой ситуации Павел предлагает самое радикальное решение «Откажитесь от ложи и говорите каждый своему ближнему правду, ведь все мы части одного тела». Послание Ефесянам, 4 глава, 25 стих, перевод «Радостная весть». В современном английском переводе этот стих завершается фразой «Обманывая других, вы в конце концов обманываете самого себя». Настоящее общение между супругами, друзьями или братьями и сестрами церкви зависит от откровенности. Вообще конфликт – это путь к близости в любых взаимоотношениях. Пока между вами не будет достаточно любви, чтобы убрать подводные камни, вы никогда не обретете подлинной близости. Когда конфликт ведется правильно, мы приближаемся друг к другу, смело глядя в лицо нашим различиям и разрешая их. В Библии сказано, «Быть честным и откровенным – это не значит позволять себе говорить все, что заблагорассудится, в любое время и в любом месте. Это не значит грубить. Библия говорит, что «все на свете нужно делать в свое время и подобающим образом». Необдуманные слова часто наносят раны, которые долго не заживают. Бог повелел, чтобы в церкви мы говорили друг с другом, как члены одной любящей семьи. Человека старшего по возрасту, не отчитывай резко, но вещевай, как отца. С людьми моложе себя разговаривай, как с братьями. С женщинами старше, как с матерями. С теми, кто моложе, как с сестрами. К сожалению, тысячи общин погибли именно из-за недостатка честности. Павлу пришлось упрекать коринфскую церковь за всеобщий заговор молчания и за пассивное потворство явной бездранственности, творившейся у них в общине. Поскольку никто из коринфян не решался обличить грешника, Павел писал, «Нельзя просто отворачиваться в другую сторону и надеяться, что все как-нибудь разрешится само собой. Вынесите все это на свет и разберитесь с этим. Лучше горе и стыд, чем вечное проклятие. Вы стараетесь преуменьшить значение произошедшего, но на самом деле все серьезно. Нельзя вести себя так, словно все прекрасно, когда один из ваших товарищей христиан впал в бездранственность. Или обман, лихомысленно относится к Богу, или грубит друзьям, напивается или ведет себя, как жадный хищник. Нельзя просто терпеть все это или считать приемлемым поведением. Я не отвечаю за то, чем занимаются люди вне церкви. «Но разве на вас с вами не лежит ответственность за общение верующих?» Первое послание к Коринфянам, 5 глава, с 3 по 12 стих, современный английский перевод. Для создания подлинного общения необходимо смирение. Больное самомнение, высокомерие и упрямая гордыня разрушают общение быстрее всего. Гордыня разделяет людей стенами, в то время как смирение протягивает между ними мосты. Смирение – это бальзам, умягчающий и успокаивающий ваши взаимоотношения. «Облекитесь смиренно-мудрием», призывает на списание. Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. Самое подобающее деяние для христианского общения – это смирение. В конце этого же самого стиха поясняется, почему это так. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это еще одна причина, по которой нам так нужно смирение. Гордыня загораживает путь Божьей благодати, которая совершенно необходима нам для того, чтобы расти, меняться, исцеляться и помогать другим. Мы принимаем Божью благодать, когда смиренно признаем, что нуждаемся в ней. В Библии сказано, что всякий раз, давая волю своей гордыне, мы тем самим противимся Богу. Жить так глупо и опасно. Есть весьма практические и конкретные способы оставаться смиренными. Признавать свои слабости, терпеливо относиться к слабостям других людей, открыто принимать критику и считать других важнее и выше себя. Живите в полном согласии друг с другом, советовал Павел. Не будьте заносчивы, будьте в дружбе со всеми, и с простыми, и с малыми. Не будьте самодовольны. Послание к римлянам, 12 глава, 16 стих. Перевод, радостная весть. Филиппийским христианам он написал, «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрю почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Послание к филиппийцам, 2 глава, 3-4 стих. Быть смиренным не значит думать о себе хуже. Это значит поменьше думать о себе и больше думать о других. Смиренные люди не так заняты служением другим, что о себе почти не вспоминают. Для созидания подлинного общения нужны почтительность и такт. Вежливость – это проявление уважения к нашим различиям, почтение к другому человеку даже тогда, когда мы с ним не согласны, и терпеливое отношение к тем, кто нас раздражает. В каждой церкви и маленькой группе всегда найдется хотя бы один трудный человек, обычно их куда больше. Такие люди могут отличаться особыми эмоциональными нуждами, глубокой неуверенностью в себе, раздражающими привычками, манерами или неадекватными социальными навыками. Если хотите, это люди из разрядка Ти-О-Би, требующие особой благодати. Бог поместил их среди нас как для их блага, так и для нашего. Они создают возможность для роста и испытывают качество нашего общения. Станем ли мы любить их по-настоящему, как настоящих братьев и сестер, и относиться к ним с подобающим достоинством? В семье мы принимаем друг друга не на основании блестящего ума, способности или внешности. Мы принимаем друг друга, потому что принадлежим друг другу. Мы защищаем и оберегаем свою семью. Возможно, один из наших родственников слегка странноват, но он все равно наш, все равно свой. Согласно Библии, точно так же мы должны быть братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждать. Послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих. По правде говоря, у каждого из нас есть свои странности и привычки, которые раздражают окружающих. Однако, единство сообщества состоится не на взаимной совместимости. Основанием христианского общения является отношение с Иисусом Христом. Мы – семья. Один из секретов вежливости – это понять, почему человек ведет себя так, а не иначе. Попробуйте разузнать о его прошлом. Стоит вам увидеть, что ему пришлось пережить, и вы сразу же станете относиться к нему куда снисходительнее. Вместо того, чтобы размышлять о том, как много ему еще предстоит узнать и преодолеть, подумайте лучше о том, как много он уже добился, несмотря на всю прошлую боль. Еще одна составная часть вежливости – это не преуменьшать значительность и серьезность чужих сомнений. Даже если вы сами никогда не испытывали тех или иных страхов, это еще не значит, что подобные чувства несостоятельны и необоснованы. Подлинное общение начинается тогда, когда люди знают, что могут спокойно поделиться своими сомнениями и страхами, и не нарвутся на осуждение. Для создания подлинного общения нужна конфиденциальность. Только в безопасной атмосфере дружелюбного принятия, доверия и конфиденциальности люди будут открываться друг к другу и рассказывать о самых глубоких и тайных обидах, нуждах и ошибках. Сохранять конфиденциальность не значит молчать, когда брат или сестра согрешают. Это означает, что все сказанное внутри группы не выходит за ее пределы, и членам группы придется с этим разбираться, ничего не вынося за порог. Бог ненавидит сплетни, особенно когда их подают под видом молитвенной просьбы о ком-то соотсутствующем. Он говорит, что «Коварно сеет раздоры, клеветник разлучает друзей». Притча 16 глава, 28 стих. Перевод. Российское библейское общество. Сплетни всегда порождают обиды и разделения, и Бог очень недвусмысленно дает понять, что нам непременно надо обличать всякого, кто сеет раздор между христианами. Послание к Титу, 3 глава, 10 стих. Перевод. Радостная весть. Возможно, этот человек разозлится и покинет вашу группу, или даже уйдет из общины после того, как вы поговорите с ним насчет его поведения, сеющего ссоры и разделения. Однако общность внутри церкви важнее любого отдельного из этого человека. Для создания подлинной общности требуется частое общение. Чтобы построить внутри своей группы подлинные и тесные отношения, вам просто необходимо общаться часто и регулярно. Взаимоотношениям всегда требуется время. В Библии говорится, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга». Послание к Юрии, 10 глава, 25 стих. Нам следует развивать в себе привычку собираться вместе. Привычка – это регулярное и частое действие, а не что-то такое, чем вы занимаетесь лишь иногда. Чтобы построить взаимоотношения с какими-то людьми, нужно проводить с ними время, много времени. Вот почему во многих церквях общение остается поверхностным. Мы почти не бываем вместе, а когда все же собираемся, то почти все время слушаем монолог проповедника или учителя. Общение строится не на принципе удобства. Соберемся, когда мне этого захочется. А на убеждении, что я нуждаюсь в нем ради собственного духовного здоровья. Надо встречаться даже тогда, когда не хочется, потому что мы верим в важность христианского общения. Первые христиане собирались вместе ежедневно. «Они каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простите сердца». Деяние 2 глава 46 стих. Общение требует серьезного вложения вашего времени. Если вы уже входите в состав маленькой группы, я призываю членам вашей группы заключить друг с другом завет, посвящая себя всем девяти слагаемым настоящего общения. Мы будем делиться своими подлинными чувствами, искренность и открытость, воодушевлять друг друга, взаимность и обоюдность, поддерживать друг друга, сочувствие и сострадание, прощать друг друга, милосердие, говорить правду в любви, честность, признавать свои слабости, смирение, уважать различия между нами, вежливость, никогда не сплетничать, конфиденциальность и сделаем наши встречи одним из главных приоритетов – частота общения. Если взглянуть на перечисленные признаки подлинного общения, становится понятно, почему оно встречается так редко, ведь для него требуется, чтобы мы перестали думать и заботиться только о себе, отказались от своей независимости и начали всерьез полагаться друг на друга, переплетая наши жизни воедино. Но плоды такой общности более чем перевешивают все затраченные усилия, и кроме того, она отлично подготавливает нас к жизни на небесах. Итак, день девятнадцатый, размышляя о своем жизненном предназначении. Истина для обдумывания. Для созидания подлинного общения требуется серьезное посвящение. Стих для заучивания наизусть. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стих. И вопрос для размышления. Что я могу сделать уже сегодня для того, чтобы поддержать хотя бы один из аспектов подлинного общения в своей маленькой группе и в своей церкви? День двадцатый. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 18 стих. Нарушенные отношения всегда стоят того, чтобы их восстановить. Поскольку вся жизнь состоит в том, чтобы учиться любить, Бог хочет, чтобы мы по-настоящему ценили взаимоотношения с людьми и прилагали все усилия к тому, чтобы сохранять их и не ставить на них крест всякий раз, когда возникает разрыв, обида или конфликт. Более того, в Библии сказано, что Бог верил нам служению и восстановлению нарушенных взаимоотношений. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 18 стих. Неслучайно значительная часть Нового Завета посвящена учению о том, как нам общаться друг с другом в мире и согласии. Апостол Павел писал, «Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Послание к филиппийцам, 2 глава, 1-2 стих. Павел учил, что одним из признаков духовной зрелости является наше умение ладить друг с другом. Послание к римлянам, 15 глава, 5 стих. Христос хочет, чтобы членов его семьи узнавали именно по любви между собой, а нарушенные общения среди христиан свидетельствуют как раз об обратном и приносят церкви один позор и неуважение со стороны неверующих. Вот почему апостолу было так стыдно из-за того, что члены коринфийской церкви разделялись на воинствующие группировки и даже подавали друг на друга в суд. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? 1-е послание к коринфянам, 6 глава, 5 стих. Писал он, обращаясь к ним. Он был неприятно поражен тем, что в церкви не нашлось ни одного члена, достаточно зрелого для того, чтобы мирно разрешить возникший конфликт. В том же самом послании он пишет, «Именем Господа нашего Иисуса Христа, умоляю вас, братья, будьте все согласны друг с другом». 1-е послание к коринфянам, 1 глава, 10 стих. Перевод, Радостная Весть. Если вы желаете ощущать Божье благословение в своей жизни и хотите, чтобы окружающие видели у вас Божье дитя, нужно стать миротворцем. Иисус говорил, «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Иван Гретт Матфея, 5 глава, 9 стих. Обратите внимание, Иисус не говорил «блаженны миролюбивые», потому что жизнь, мир и согласие нравятся всем. И он не говорил «блаженны невозмутимые», которых никогда ничего не беспокоят. Он сказал, «блаженны те, кто трудится ради мира, активно стремится к разрешению конфликта. Миротворцев среди нас довольно мало, потому что добиваться примирения очень и очень нелегко». Поскольку мы сотворены для того, чтобы быть частью Божьей семьи, а вторая цель нашей земной жизни заключается в том, чтобы научиться любить людей и по-настоящему с ним общаться, умение восстанавливать мир является одним из самых важных, которые только можно приобрести. К сожалению, большинство из нас никогда не учили искусство разрешения конфликтов. Стремиться к миру – это не значит избегать конфликтов. Бежать от проблемы, притворяться, что ее не существует, или бояться о ней заговорить – все это самая настоящая трусость. Иисус, князь мира, никогда не боялся конфликтов. Бывало, он даже провоцировал их ради всеобщего блага. Иногда нам нужно уклониться от конфликта, иногда придется самим его вызывать, а иногда разрешать. Вот почему так важно молиться о постоянном водительстве Святого Духа. Стремиться к примирению – это не значит вести политику умиротворения. Иисус вовсе не призывал нас к тому, чтобы мы всегда уступали, позволяли другим садиться себе на голову и вытирать у нас ноги. По некоторым вопросам Христос тоже отказывался идти на компромисс и твердо стоял на своем, несмотря на злобные сопротивления. Как восстановить взаимоотношения? Бог призвал нас, верующих, нести слово примирения. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 18 стих. Позвольте мне перечислить 7 библейских принципов восстановления разрушенных отношений. Прежде чем разговаривать с человеком, поговорите с Богом. Обсудите с ним возникшую проблему. Если первым делом вы будете об этом молиться вместо того, чтобы сплетничать о произошедшем с кем-то третьим, то увидите, что чаще всего Бог либо будет менять ваше собственное сердце, либо без вашей помощи изменит того, с кем у вас конфликт. Все наши взаимоотношения станут гораздо более мирными, если мы будем больше о них молиться. Как делал когда-то псалмопевец Давид, используйте молитву для того, чтобы излить Богу свои чувства. Расскажите ему о своем недовольстве. Возыпите к нему. Его никогда не шокирует и не удивляет наш гнев, обида, неуверенность или какие-то иные эмоции. Так что прямо скажите ему, что вы чувствуете. В корне большинства конфликтов лежат неудовлетворенные потребности. Некоторые из этих потребностей может удовлетворить лишь Бог. Требуя от людей, будь то друзья, супруги, начальники или члены семьи, восполнить нужду, утолить которую способен только Бог, мы сами напрашиваемся на разочарование и обиду. Ни один человек не может восполнить все наши нужды. На такое способен только Бог. Апостол Иаков заметил, что многие из наших конфликтов порождаются тем, что мы почти не молимся. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Иакова, 4 глава, 1-2 стих. Вместо того, чтобы опираться на Бога, мы надеемся на то, что друзья и близкие сделают нас счастливыми, а потом сердимся на них, когда этого не происходит. А Бог спрашивает нас, почему же вы с самого начала не обратились ко мне? Всегда берите инициативу на себя. Не важно, кто из вас обидчик, а кто обиженный. Бог всегда ждет, чтобы вы сделали первый шаг к примирению. Не надо ждать инициативы с другой стороны. Подойдите к Нему или к ней первую. Восстанавливать разрушенные взаимоотношения так важно, что Иисус заповедал делать это прежде, чем идти и поклоняться Богу. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником. И пойди прижить в примирии с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Евангелие Отнофея, 5 глава, 23-24 стих. Когда отношения становятся напряженными или вообще прерываются, следует немедленно начать планировать мирные переговоры. Не надо откладывать их на потом, придумывать отговорки или обещать, «Когда-нибудь я этим займусь». Постарайтесь как можно скорее встретиться с этим человеком, лично. Задержка только усугубляет чувства, эмбиды и ухудшает ситуацию. Если конфликт так и остается неразрешенным, время ничего не лечит, а только растравляет нанесенные раны. Кроме всего прочего, быстрые действия уменьшат духовный ущерб вам самим. Библия говорит, что неразрешенный конфликт не только приносит нам массу неприятных эмоций, но и препятствует нашему общению с Богом, так что мы не получаем ответов на свои молитвы. 1 Иоанна 4, 20-21 стих и 1 Петра 3, 7 стих Друзья Иова напомнили ему, «Глупца обвивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность, и ты только раздираешь себе душу в гневе своем». Иова 5, 2 стих и 18, 4 стих Успех мирных переговоров часто зависит от правильного выбора места и времени их проведения. Не надо встречаться, когда один из вас спешит, чувствует себя усталым, или знает, что вашу встречу непременно прервет кто-то третий. Для такого разговора разумнее всего выбрать такое время, когда оба человека находятся в наилучшей форме. Отнеситесь к чувствам другого состраданием и пониманием. Это значит, что слушать нужно больше, чем говорить. Прежде чем попытаетесь разрешить свои несогласия, надо выслушать и понять чувства друг друга. Павел советовал, «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Посланник филиппийцам, 2 глава, 4 стих Слово, переведенное у нас как «заботиться», в греческом оригинале звучит как «скопос». Именно от него произошли такие слова, как «микроскоп» и «телескоп». Оно означает «пристально смотреть», «присматриваться». Сосредоточьте свое внимание на чувствах, а не на фактах. Начните со страдания, а не с возможных способов разрешения конфликта. Не пытайтесь с самого начала опровергать ощущения других людей и говорить им, что их чувства нелепы и неадекватны. Просто слушайте. Позвольте им излить, сбросить с души все свои эмоции, не вставая при этом в глухую защиту. Кивайте головой из накопонимания, даже если вы не согласны. Чувства не всегда бывают истинными или логичными. Напротив, обида часто заставляет нас поступать неразумно и думать сущие глупости. Давид признавался. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и неразумел. Как скот был я пред Богом». Псалом 72, 21-22 стих. «Все мы ведем себя ужасно, когда не находим себе места от боли и обиды». И напротив, Библия говорит, «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Притча 19, глава 11 стих. «Терпение рождается из мудрости, а мудрость – из умения выслушивать чужую точку зрения. Слушая, мы как бы говорим собеседнику. «Я ценю твое мнение, мне не безразличны наши взаимоотношения, и мне важен ты сам». Права поговорка. «Людям все равно, что мы думаем, пока они не увидят, что нам не все равно». Чтобы восстановить оперированные отношения, каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Римлянам, 15 глава, 2 стих. «Чтобы терпеливо вбирать в себя чужой гнев, особенно когда он необоснован, требуется самоотверженность. Но ведь Христос тоже пожертвовал собой ради нас. Вспомните, сколько ярости и насмешек пришлось перенести Иисусу для того, чтобы спасти нас. «Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя, пали на меня». Послание к Римлянам, 15 глава, 3 стих. Признайте свою долю вины в конфликте. Если вы серьезно взяли за восстановление тех или иных отношений, для начала вам придется признать собственные ошибки и грехи. Иисус сказал, что только так мы сможем увидеть ситуацию в истинном свете. Вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Евангелие от Матфея, 7 глава, 5 стих. Поскольку у каждого из нас есть слепые пятна, вам может понадобиться участие третьего человека, который поможет вам трезво оценить ваше поведение еще до того, как вы будете беседовать со вторым участником конфликта. Кроме того, попросите Бога показать вам, какая доля вины за конфликт лежит на вас. Спросите его, «Быть может, все дело во мне? Быть может, я требую невозможного, проявляя бестактность или чрезмерную чувствительность?» В Библии сказано, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя». Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 стих. Чистосердечное раскаяние – это могущественная сила, способствующая примирению. Часто наши способы разрешения конфликтов только раздувают и усугубляют прежнюю обиду. Но когда вы начинаете с того, что смиренно признаете свои ошибки, гнев вашего собеседника сразу же пропадает, и ему уже не нужно набрасываться на вас с обменениями, ведь он, скорее всего, ждал, что вы будете защищаться. Не надо оправдываться или прикладывать вину на чужие плечи. Лучше просто и честно признаться в том, насколько вы сами виноваты в возникновении конфликта. Возьмите на себя ответственность за свои ошибки и попросите прощения. Занимайтесь проблемой, не нападая на человека. Вы не сможете разрешить проблему, если стремитесь только к тому, чтобы выяснить, кто не виноват. Выбирайте, либо одно, либо другое. В книге притчи сказано, кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Притча, 15 глава, 1 стих. Гнев не поможет вам как следует объяснить, что вы думаете по поводу случившегося. Так что подбирайте слова мудро. Мягкий, добрый ответ всегда лучше язвительному сарказму. При разрешении конфликта важно не только то, что именно мы говорим, но и как мы это делаем. Если высказывать свои мысли оскорбительным тоном, ваш собеседник непременно будет защищаться. Бог говорит, что мудрое сердце прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Притчи, 16 глава, 21 стих. Колкими речами вам никого не удастся ни в чем убедить. Ворчание и придирчивость тоже польза не принесут. Во время холодной войны обе стороны договорились о том, что некоторые виды оружия обладают такой разрушительной силой, что к ним никогда не садят прибегать. Сегодня химическое и биологическое оружие находится под запретом, а накопления ядерного вооружения потихоньку уничтожаются. Ради сохранения общения вам тоже нужно уничтожить свой арсенал оружия, губительного для любых отношений. В него входят осуждение, унижение, сравнение человека с кем-то другим, наклеивание ярлыков, оскорбление, высокомерное снисхождение и сарказм. Можно спорить, не убивая друг друга словами. Павел подытожил этот принцип писания к Ефесянам. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для незнания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Послание к Ефесянам, 4 глава, 29 стих. По мере возможности стремитесь к сотрудничеству. Павел писал, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Послание к римлянам, 12 глава, 18 стих. Мир всегда чего-то стоит. Иногда он стоит нам гордости, часто эгоизма. Ради подлинного общения мы должны делать все возможное для того, чтобы достичь компромисса, приспособиться друг к другу и уступить. Послание к римлянам, 12 глава, 10 стих. Послание к филиппийцам, 2 глава, 3 стих. Современный английский перевод Нового Завета передают седьмое заповедье блаженства следующим образом. «Блаженны вы, когда показываете людям, как трудиться сообща, вместо того, чтобы соперничать или ссориться. Именно тогда вам открывается, кто вы такие на самом деле, и вы осознаете свое место в Божьей семье». Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. «Делайте упор на примирение, а не на полное устранение разногласий». Неразумно и нереально требовать от людей, чтобы они всегда и во всем друг с другом соглашались. Примирение делает упор на взаимоотношениях, а стремление достичь какого-то решения уделяет основное внимание самой проблеме. Когда мы заботимся прежде всего об отношениях, проблемы утрачивают свою значимость и часто становятся неважными. Можно восстановить отношения, даже если не удается найти компромисс. Христиане часто придерживаются разных и при том вполне обоснованных воззрений, но ведь можно оставаться при своем мнении, не переходя при этом на уровень личных оскорблений и обид. Один и тот же бриллиант выглядит по-разному, если смотреть на него с разных сторон. Бог призывает нас к единству, а не к единообразию. И можно идти рядом, взявшись за руку, даже если мы не смотрим на все вопросы одинаково. Это не значит, что нужно махнуть на все рукой и даже не пытаться искать общие решения. Возможно, для этого вам придется разговаривать дальше и даже спорить. Но делать это в духе мира и согласия. Примиряясь, мы зарываем топор войны, но зарывать вместе с топором и всескорные вопросы вовсе не обязательно. Подумайте, с кем вам нужно поговорить теперь, когда вы прочитаете ли эту главу. Какие взаимоотношения вам следует восстановить? Не медлите больше ни одной секунды. Прямо сейчас вложите все и поговорите с Богом про этого человека. А потом снимите телефонную трубку и начните процесс примирения. Есть эти семь шагов очень простые, но даются они нелегко. Чтобы восстановить прерванные отношения, требуется множество усилий. Апостол Петр призывал нас искать мира и стремиться к нему. Первое послание Петра, 3 глава, 11 стих. Добиваясь примирения, вы делаете то, что сделал бы на вашем месте сам Бог. Вот почему Бог называет миротворцев своими детьми. Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. Итак, день, 20-й, размышляя о своем жизненном предназначении. Истина для обдумывания. Взаимоотношения всегда стоят того, чтобы их восстанавливать. Стих для заучивания наизусть. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Послание к римлянам, 12 глава, 18 стих. И вопрос для размышления. Что мне нужно сделать для того, чтобы уже сегодня сделать шаг к восстановлению нарушенных отношений. День 21. Оберегая свою церковь. Всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя ее узами мира. Послание к Ефесянам, 4 глава, 3 стих. Перевод, радостная весть. Более всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Послание к Колоссянам, 3 глава, 14 стих. В наши обязанности входит оберегать единство в своей церкви. Единство церкви настолько важно, что Новый Завет уделяет ему куда больше внимания, нежели даже учению о небесах и аде. Бог жаждет, чтобы между нами царило единодушие и согласие. Единство – это основа подлинного общения. Нарушьте его, и вы вырвете сердце из тела Христова. Это сущность, основа той совместной жизни, которую Бог желает видеть среди нас в церкви. Главным примером такого единства является единение внутри Божественной Троицы. Отец, Сын и Святой Дух полностью связаны друг с другом в одно целое. Сам Бог показывает нам, как выглядит наивысшее проявление жертвенной любви, смиренного бескорыстия и совершенного согласия. Как и любому другому родителю, небесному Отцу нравится видеть, что Его дети ладят между собой. В последние минуты перед арестом Иисус страстно молился Отцу о единстве среди Своих учеников. Ивангел от Иоанна, 17 глава, 20-23 стих. Даже в эти мучительные часы единство верующих было Его главной заботой. Вот насколько оно важно. У Бога нет ничего ценнее церкви. Он заплатил за нее непомерную цену. И она стоит того, чтобы ее оберегать. Особенно от пагубного влияния разводов, конфликтов, разноглазий и разных раздоров. Если вы являетесь членом Божьей семьи, на вас лежит ответственность за то, чтобы хранить единство той общины, которой вы принадлежите. Иисус Христос поручил вам делать все возможное, чтобы поддерживать единство, оберегать общение и способствовать согласию между всеми верующими. В Библии говорится, всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя его узами мира. Послание к Ефесянам, 4 глава, 3 стих. Перевод «Радостная весть». Как нам это делать? В Писании содержится немало практических советов. Смотрите на то, что нас объединяет, а не ищите различия. Павел писал, что мы должны стремиться к тому, что несет нам мир и взаимную поддержку. Послание к Римлянам, 14 глава, 19 стих. Перевод «Радостная весть». У нас, верующих, один Господь, одно тело, одно предназначение, один Отец, один Дух, одна надежда, одна вера, одно крещение и одна любовь. Послание к Римлянам, 10 глава, 12 стих. Римлянам, 12 глава, 4-й, 5 стих. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 10 стих. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, 6 стих. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Послание к Ефесянам, 4 глава, 4 стих. И также послание к Ефесянам, 5 глава, 5 стих. Филиппийцам, 2 глава, 2 стих. У нас одно спасение, одна жизнь и одно будущее. И все это гораздо важнее, чем любые другие различия, которые только можно перечислить. И мы должны помнить об этом прежде всего. Нам нужно помнить, что сам Бог сотворил нас всех непохожими. И по этой причине важно ценить существование между нами различия, радоваться им, а не только проявлять друг другу терпимость. Бог хочет видеть между нами единство, а не единообразие. Поэтому мы никогда не должны позволять незначительным различиям вставать на пути общения и разделять нас. Мы должны не спускать глаз тех общих целей, которые Бог обозначил для нас и для своей церкви. Учиться любить друг друга так, как возлюбил нас Христос. И исполнять 5 аспектов Божьего предназначения для нас и Его церкви. Наличие конфликта обычно показывает, что наше внимание сосредоточено на менее важных вопросах, на том, что Библию называют спорами о мнениях. Послание к Римлянам 14 глава 1 стих и 2 послание Тимофея 2 глава 23 стих. Когда мы делаем упор на личных предпочтениях, авторитетах, толкованиях, стилях или методах, раздоры и разногласия просто неизбежны. Но если мы будем прежде всего стремиться к взаимной любви и исполнению Божьей целей, между нами воцарится гармония. Павел горячего просил, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». 1 послание Коринфянам 1 глава 10 стих. Следите, чтобы ваши ожидания и требования оставались реалистичными. Стоит нам увидеть, каким Бог задумал подлинное общение, мы часто начинаем испытывать разочарование, видя, насколько далеко реальное положение вещей в церкви отстоит от идеала. И все равно мы должны горячо любить церковь, несмотря на ее несовершенство. Тосковать по идеалу, одновременно критикуя то, что существует в действительности, – признак незрелости. С другой стороны, довольствоваться тем, что имеешь, не стремясь достичь идеала, – признак самодовольства. Зрелость умеет жить в напряженном равновесии между одним и другим. Верующие обязательно принесут вам жестокое разочарование и не раз подойдут вас, но это еще не причина, чтобы перестать с ними общаться. Они – члены вашей семьи. Даже если по их поведению этого не скажешь, так что не нужно просто отворачиваться и уходить от них прочь. Вместо этого Бог призывает нас, «Будьте всегда скромны и кратки, терпеливо с любовью переносите друг друга». Послание официальном 4, глава 2 стих, перевод «Радостная весть». Люди разочаровываются церкви по многим понятным причинам. Перечислять их можно долго – конфликт, обида, лицемерие, пренебрежение людьми, мелочность, законничество и другие грехи. Вместо того, чтобы отшатываться в изумленном негодовании, нам надо помнить, что церковь состоит из самых, что ни на есть, отъявленных грешников, из которых мы не последние. Будучи грешниками, мы обижаем друг друга, иногда нарочно, а иногда неосознанно. Однако, вместо того, чтобы уйти из церкви, нам нужно остаться и по возможности разрешить возникшие сложности. Путь к крепкому характеру и глубокому общению лежит не через бегство, а через примирение. Развод с церковью при первом же разочаровании и крушении иллюзий говорит о незрелости. Бог многому хочет научить и вас, и всех остальных. Кроме того, идеальной церкви, куда можно было бы сбежать, просто не существует. У каждой общины свой букет слабостей и проблем. Куда бы вы ни пришли, там вас тоже ждет скорое разочарование. Граучо Маркс, один из братьев-участников, известного комедийного трио в США, шутил, что не захочет присоединиться ни к одному клубу, который согласился бы принять его в свои члены. Если церковь должна быть идеальной для того, чтобы удовлетворить ваши потребности, ее совершенство автоматически исключает возможность вашего в ней членства, потому что вы не безгрешны. Дитрих Бонхёфер, немецкий пастор, принявший мученическую смерть за сопротивление нацистам, написал классическую книгу, посвященную церковному общению, под названием «Жить вместе». В ней он утверждает, что разочарование в местной церкви даже полезно, потому что оно сокрушает наши ложные надежды на совершенство. Чем быстрее мы откажемся от иллюзий, что по-настоящему можно любить только безупречную церковь, тем быстрее перестанем притворяться и признаем, что все мы не без греха и нуждаемся в благодати. Это и есть начало подлинного общения. В принципе, каждая церковь могла бы вывесить возле входа объявление. Безгрешных просим не обращаться. Приглашаются только люди, признающие свою греховность, нуждающиеся в благодати и желающие расти. Бонхёфер писал, «Тот, кто любит свою мечту больше, чем само христианское объединение, станет разрушителем любого христианского сообщества». Благодарим ли мы ежедневно за христианское сообщество, в которое мы вошли, в том числе и там, где нет большого опыта, нет ощутимого богатства, а есть много слабостей, маловерия, трудностей. А ведь если мы только жалуемся Богу на бедность, на то, что не все соответствует нашим ожиданиям, мы мешаем ему поддерживать рост нашего сообщества. Старайтесь воодушевлять, а не критиковать. Всегда лещи стоять в стороне и ронять критические замечания в адрес тех, кто пытается служить, нежели самому влиться в общее дело и внести в него свой вклад. Бог снова и снова предупреждает нас о том, чтобы мы не критиковали, не осуждали друг друга и не сравнивали одного с другим. Послание к римлянам, 14 глава, 13 стих, Иакова, 4 глава, 11 стих, Послание к Ефесянам, 4 глава, 29 стих, Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих и Иакова, 5 глава, 9 стих. Когда мы критически отзываемся о том, что другой христианин делает вере, следуя своим искренним убеждениям, то тем самым не проши на своем носу в тела самого Бога. Кто ты такой, чтобы осуждать чужого слугу? Его Господин сам решит, стоит тот или упал. Послание к римлянам, 14 глава, 4 стих, перевод «Радостная весть». Павел добавляет, что мы не должны осуждать или презирать других верующих, если их воззрение расходится с нашими. Что же ты осуждаешь своего брата? А ты? Что ты презираешь своего брата? Все мы предстанем перед судом Божиим. Послание к римлянам, 14 глава, 10 стих, перевод «Радостная весть». Всякий раз, когда я осуждаю собрата верующего, моментально происходят четыре вещи. Я теряю общение с Богом, выставляю на показ собственную гордыню и неуверенность в себе, подставляя себя под Божий суд и наношу ущерб общению церкви. Осуждающий критичный дух, весьма дорогостоящий порог. Библия называет сатану «клеветником братьей». Откровение, 12 глава, 10 стих. Это дьяволу пристало обвинять членов Божьей семьи, жаловаться на них и относиться к ним с созуждением. Всякий раз, когда мы поступаем так же, мы попадаемся на дьявольскую удочку и вместо сатаны выполняем его работу. Помните, нашим настоящим врагом являются вовсе не другие христиане, как бы сильно мы не расходились с ними во мнениях. Все время, которое мы тратим на критику других верующих или сопоставление их с кем-то другим, должно быть потрачено на создание христианского единства. В Библии сказано, «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Послание Римлянам, 14 глава, 19 стих. Решительно откажитесь выслушивать сплетни. Человек сплетничает, когда передает другому сведения о той или иной проблеме, не будучи причастным ни к ее причине, ни к ее разрешению. Все мы знаем, что передавать слухи нехорошо, но если вы действительно хотите уберечь свою церковь, то должны перестать их даже слушать. Выслушивать сплетни все равно, что принимать в подарок краденое имущество. Вы автоматически становитесь сообщником преступления. Когда кто-то начинает сплетничать, наберитесь мужества и скажите, «Перестань, пожалуйста, мне вовсе не нужно этого знать. Ты уже говорил с этим человеком напрямую?» Тот, кто передает сплетни вам, скорее всего, так же легко сплетничает и про вас. Ему нельзя доверять. А людей, слушающих сплетни, Бог называет коварными злодеями. Притчи 17 глава 4 стих, 16 глава 28 стих, 26 глава 20 стих, 25 глава 9 стих, 20 глава 19 стих. «Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного». Притчи 17 глава 4 стих. «Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Иуды 1 глава 19 стих. Самое грустное заключается в том, что наиболее глубокие раны Божьей пастве чаще всего наносят не волки, а свои же овцы. Павел предостерегает нас насчет христиан-людоедов, пожирающих друг друга и разрушающих общение. Послание к Галатам, 5 глава 15 стих. В Библии говорится, что таких людей следует избегать. Кто распускает сплетни, тот и секреты выдаст, так что не связываясь с болтуном. Притчи 20 глава 19 стих, перевод «Российское библейское общество». Самый быстрый способ завершить церковный конфликт это с любовью обличить сплетников и попросить их прекратить распускать слухи у других за спиной. Как заметил Соломон, кончились дрова и погас огонь, сплетника нет, и утих раздор. Притчи 26 глава 20 стих, перевод «Российское библейское общество». Практикуйте Божьи методы разрешения конфликтов. В дополнение к принципам, перечисленным в предыдущей главе, Иисус объяснил своей церкви простой процесс разрешения конфликтов, состоящий из трех шагов. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердило всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви». Иван Гатонфея, 18 глава, 15-17 стих. Когда возникает конфликт, всегда хочется пойти и пожаловать за кому-то третьему, вместо того, чтобы мужественно и с любовью сказать правду своему обидчику. От этого ситуация только ухудшается. На самом деле нужно идти прямо к тому, на кого вы рассердились. Самым первым шагом всегда является разговор с глазу на глаз, и сделать это лучше как можно быстрее. Если не получается вдвоем разрешить возникшие разногласия, нужно привлечь нескольких свидетелей, которые подтвердили бы наличие проблемы и помогли вам достичь примирения. А что если обидчик заупрямился и не хочет ничего менять? Иисус велел нам рассказать обо всем церкви. А если он и тогда никого не станет слушать, то мы должны относиться к нему как к человеку неверующему. Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стих. И первое послание к Коринфянам, 5 глава, 5 стих. Поддерживайте своих пасторов и лидеров. Безупречных лидеров не бывают, но как раз на них Бог возлагает ответственность и власть для того, чтобы сохранять единство церкви. Когда в общине разгорается конфликт, именно лидеры обязаны стремиться к примирению противостоящих друг другу сторон. На пасторов часто ложится тяжкая и неблагодарная задача служить посредником между обиженными, поссорившимися, духовно незрелыми членами. Кроме того, подчас мы предъявляем им неуполнимые требования сделать так, чтобы всем без исключения было хорошо. А ведь этого не смог сделать даже сам Иисус. Библия дает нам очень ясные наставления насчет того, как мы должны относиться к тем, кто нам служит. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Послание к евреям, 13 глава, 17 стих. Однажды все пасторы предстанут пред Богом, чтобы отчитаться Ему в том, как они заботились о вашем благосостоянии. Они не смыкают глаз, заботясь о вас, потому что должны дать Богу отчет. Евреям, 13 глава, 17 стих, перевод «Радостная весть». Но на вас тоже лежит определенная ответственность. Вам придется отчитываться пред Богом о том, насколько вы повиновались и следовали своим лидерам. В Библии содержатся очень конкретные указания о том, как пасторы должны поступать с людьми, переносящими в церковь расколы и разделения. Они должны избегать пререканий, в кротости учить противящиеся членам церкви, все время молясь о том, чтобы они изменились, предупреждать тех, кто любит заводить споры, призывать всех к согласию и единству, обличать тех, кто неуважительно относится к лидерству церкви, и удалять из общины тех, кто сеет раздор, если они не вняли двум предостережениям. Второе послание Тимофея, 2 глава, 14 стих, с 23 по 26 стих, послание к филиппийцам, 4 глава, 2 стих, послание к Титу, 2 глава, с 15 стиха до 3 главы 2 стиха, и также 10 и 11 стих, 3 главы. «Мы защищаем свою общину, когда с почтением относимся к тем, кто служит нам, ведя нас за собой. Пасторам и дьяконам необходима наша поддержка, наши молитвы, наша любовь и осознание того, что мы ценим их труд. Вот что нам заповедано. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественность, любовью за дело их». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 12-13 стих. «Я призываю вас взять на себя обязанность хранить и созидать единство в вашей церкви. Направьте на это все свои силы, и Бог будет очень этим доволен. Иногда вам будет нелегко. Иногда придется делать то, что лучше не для вас самих, а для всего тела, отдавая предпочтение чужим нужным. Это одна из причин, по которой Бог помещает каждого из нас в церковь. Он хочет научить нас бескорыстию и заботе о других. В христианском сообществе мы научились говорить «мы», а не «я», «наш», а не «мой». Бог говорит «никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 24 стих. Бог благословляет церкви, живущей в единстве и согласии. В церкви Saddleback каждый новый член подписывает завет, включающий в себя обещание защищать единство общины. В результате за много лет у нас не было ни одного раскола. Кроме того, благодаря любви и единству, царящему в такой общине, очень многие люди хотят к ней присоединиться. За последние 7 лет вводное крещение в нашей церкви приняли более 9100 новообращенных. Когда у Бога появляются новорожденные духовные младенцы, Он ищет для них самую теплую церковь-инкубатор, где они могли бы успешно подрастать. А что вы делаете для того, чтобы в вашей церковной семье было больше любви и тепла? Вокруг у вас живет множество людей, нуждающихся в любви и близких семейных отношениях. На самом деле, каждому из нас нужна любовь. И все мы хотим, чтобы нас любили. Так что если люди вдруг обнаружат церковную общину, члены которой искренне любят друг друга и заботятся друг о друге, они будут так усиленно пытаться туда попасть, что удержать их смогут только плотно запертые двери. Итак, день 21. Размышляя о своем жизненном предназначении. Истина для обдумывания. На мне лежит обязанность оберегать единство в своей церкви. Стих для заучивания наизусть. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Послание к римлянам, 14 глава, 19 стих. И вопрос для размышления. Что я лично делаю сейчас для того, чтобы оберегать единство в своей церковной семье? Цель вторая. Вы созданы для Божьей семьи. Конец.